Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Сегодня у нас с вами будет такой, знаете ли, серьёзный разговор по большей части, потому что, ну, как это по-другому назвать, я не знаю, я долго над этим роликом думал, но не хотел, так сказать, перед самым Новым Годом «Опортить вам настроение» или «Делать что-то прочее». То есть, если кто-то смотрел ответы на вопросы уже, то вы знаете, что я, типа, так рефлексирую насчёт всего этого. Там каждый вопрос у меня какая-то, блядь, вечная рефлексия и так далее. И вот я постоянно рефлексирую над тем, мол, что будет дальше-то, блядь? Может быть, всё вообще идёт не туда? Откуда мы-то можем знать обо всём этом вообще? Что вообще происходит-то в последнее время? Ну вот просто если вот так вот посмотреть и просто подумать о том, что вообще, блядь, что творится-то, блядь? И просто прийти к какому-то там, знаете ли, такому одному выводу. Но перед тем, как я вам обо всём этом расскажу, я бы хотел вам сказать, что Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить себе на свой аккаунт целых 300 тысяч вертов, находится в описании под данным видеороликом. Заходите туда, там, типа, вся информация, вот, и всё прочее. Ну, как бы, да. И в данном ролике я не хочу затрагивать что-то такое, знаете ли, очень серьёзное, по типу, там, не знаю, политики, там, ещё чего-то, да. То есть ничего подобного я затрагивать не хочу. Просто вот так, знаете ли, на примере вот этого вот самого Сампа, я же всё-таки такой, знаете ли, GTA-самп-ютубер, да, как меня многие почему-то величают, хотя я не GTA-самп-ютубер. Причислять меня вот к этому, я не знаю, сообществу анонимных анонистов, это, ну, себя не уважать, поэтому ничего подобного не делайте. Я не GTA-самп-ютубер, если я себя так где-то называю, значит, я глубочайшим образом ошибся, и меня нужно поправить, сказав, что я не GTA-самп-ютубер. Если вы слышите, у кого-то там, я не знаю, в видеороликах, или я там на стримах кому-то зашёл, или на своём стриме я даже это всё сказал, вот, и, ну, просто я не понимаю. И я вот, блядь, ладно, просто вот, пример, просто пример. Вот что было актуально в том же GTA-самп-ютубе в году, наверное, 2011-м, 2012-м, даже, я не знаю, там, 13-14-15, что было актуально? Вот просто какие ютуберы были актуальны тогда? Вот просто вспомните, вот так покрутите у себя в голове. В 2011-м, 2010-м, 2012-м, и там, до какого-то определённого года был актуален Тарко, потом пришёл Балта Ховолкс, потом был Андрюх Кевский, и много всяких людей, Ричи там и Шейн были, если кто-то помнит ещё там вот этих вот всех людей, потому что сейчас Ричи-то у нас один, вот. Поэтому вам, как бы, урок на всю жизнь, никогда не создавайте канал вместе со своим другом. Канал достанется кому-то одному, а вы просто пойдёте куда-то там, знаете ли, работать на какой-нибудь завод или что-то наподобие того. Поэтому, ну, сами, наверное, должны понимать, что от всего этого зависит. Так вот, понимаете ли, в чём дело? Вот просто посмотрите, какие ютуберы были тогда. Да, то есть такие, возможно, в каком-то плане у них были свои тараканы в голове, возможно, что-то они делали неправильно, возможно, какие-то их изречения и всё прочее, оно было не всегда правильно. Но, с другой стороны, посмотрите сейчас на то, что мы имеем в том же сам GTA, сам ютубе 2020 год. С, там, я не знаю, 2011, даже, допустим, давайте возьмём 2010 год. С 2010 года прошло уже, блядь, 10 лет. Что поменялось-то? Неужели мы начали смотреть какого-нибудь Тарка там или Балта Холкса просто с каким-то улучшенным монтажом, да, с каким-то, с какой-то улучшенной озвучкой, с каким-то улучшением самого качества вот этого самого контента? Возможно, на замену Балта Холксу пришёл какой-то другой человек или на замену Тарка Кровопивцу пришёл другой человек, который делал что-то это... То же самое делал, по факту, но наиболее качественно. Появилось такое? Нет? А что у нас появилось? Что у нас сейчас популярно? Вот вы просто вот так вот подумайте над всем этим. Что у нас сейчас популярно? Владислав Павлов, Андре Сукарах, Юго Ромеро, Делорензи, блядь. Вот эти люди популярны. Контент-то деградировал по факту. Если раньше были такие, знаете ли, какие-то там, я не знаю, обычные будни полицейского, обычные будни бандита и всё прочее, и ты смотрел вот это вот всё, ты погружался во все эти видеоролики, как в какой-то мини-сериал, тебе было интересно смотреть за каждой серией, то сейчас всё превратилось просто в какое-то, я не знаю, в какой-то пиздец. Просто в какой-то пиздец всё превратилось. Вы посмотрите Владислава Павлова. Человек просто одним дублем снимает хуйню, то, как он кого-то банит, или то, как он что-то подобное делает, вставляя вот эти вот, знаете ли, все переходы, которые ему там монтажёр намонтировал, и зарабатывает на этом деньги. И люди его смотрят. Люди смотрят его больше, чем смотрели какого-то Балта Хоулкса в том же Бородатом году. Это нормально? Ну вот вы лично как считаете? Это всё хорошо? Типа всё нормально, да, у нас? В GTA San P. De La Renzie, посмотрите. 600 тысяч подписчиков. Что это такое? Что вообще? Что это? Я понимаю, поначалу, когда постановы были какие-то не такими, да? Какими-то вот не такими они были, все эти постановы? Их было интересно смотреть, даже когда ты думал, ты ещё задумывался на тот момент, это постанова или это реальность? Что происходит? Это реально вот всё так сделано? События так совпали? Или это постанова конченная? Ты смотрел, ты думал, ты реально это смотрел, как сериал. Но с течением времени, с течением всего этого, всё просто деградировало непонятно куда. Куда всё это делось-то? Куда всё пошло? Я не понимаю. У нас сейчас популярны люди, которые в 2012 году, когда были актуальны Тарко там и прочие люди, они бы не пробились никогда с той хуйнёй, которую они делают. Но сейчас они популярны. Сейчас они живут и хорошо себя чувствуют. Каким образом? Как им это удалось? Что произошло с людьми-то? Блядь, почему они так деградировали? Что это? Просто те люди, которые смотрели Балта Холокса, они выросли, а дети, которые родились за всё это время, они пришли и начали всё это смотреть, начали всё это потреблять, поэтому у нас они стали популярны, или что, вот эти вот все люди? Вы об этом хотите сказать, или что? Почему всё так? Вы посмотрите, куда всё катится, блядь. Толерастия какая-то ебаная, и вот эти тиктоки, блядь. Вы посмотрите. Это ж пиздец. Это же, блядь, пиздец. Что происходит-то, блядь? Что происходит? Нам же всем пизда. Всё, блядь, мы всё проебали. Блядь, что вообще? Что Тарка сейчас делает? Что? Осталось что-то от тех документальных фильмов? Нет. Что остальные-то люди? Ничего. Контент только, блядь, деградировал. Где Балта Холокс сейчас? Где он? Его нету, блядь. Он либо появляется, когда нам нужно какие-то деньги подзаработать, но это уже не то. Это уже, блядь, не то. Говорилка вот это вот, когда озвучилось, и всё было классно, когда все хейтили с АМПРП, вот эти вот все времена золотые, 2015, 16, там, я не знаю, 17 год. Всё было так охуительно. Что сейчас произошло? Что случилось-то, блядь, с людьми? Что? Вы не видите эту всю хуйню или что? Я не понимаю. Это ж пиздец. Подают просто какое-то говнище, конченное на блюде людям, блядь. Вот это вот купил аккаунт, блядь, или там пранки вот эти вот низкосортные, все это что? Это люди сейчас смотрят, блядь, в GTA-самп-сегменте. Мы до этого даже дожили, блядь. Доросли до этого, блядь. Мы сами всю эту хуйню породили, блядь. Каким образом-то всё это произошло, я не понимаю. Как? Как такое случилось? Как мы такое допустили вообще? Мне вот это вот непонятно. Что с контентом-то совсем произошло? Что случилось? Что с людьми случилось-то? Почему они так деградировали? Что произошло? Ничего ж по факту не менялось. Просто люди приходили какие-то, блядь, новые там и всё. Ничего. Ничего такого-то не было вообще. Ничего не изменилось по факту. Но почему-то сейчас не актуальны вот эти вот все люди-то. У Балта Ховлокса вообще просмотров нету нихуя. Что Андрюха Киевский там вообще? Что с просмотрами у него случилось? Разговорные ролики какие-то там про Сампорпе редко набирают 10 тысяч просмотров и всё. Что с контентом произошло такое? Что случилось-то, блядь? Кто виноват? Кто, блядь, что произошло? Где вот этот вот старый Самповский контент ламповый? Почему какие-то, блядь, Делорензи приходят и собирают по 100 тысяч просмотров, блядь? Что это? На каждом ролике, даже на тех, которые уже повторяются по 700-800 раз, всё это происходит. А что будет дальше? Вы только вдумайтесь, блядь, если сейчас вот эти вот все Делорензины популярны, блядь, вот эти вот все Хьюгора Мэрины, блядь, вот эти вот прочие люди, Брулёвы, вот эти вот, блядь, все что это такое? Люди хуйню несут конченую, блядь, Господи, блядь, блядь, даже сценарий, просто сценарий даже для своих говновзблёвов, вот этих вот, блядь, не пишут, такие просмотры собирают, такие деньги заколачивают, блядь, имея возможности снимают хуйню. Люди без возможностей снимали с душой. Куда всё это дело? Куда всё это ушло? Куда пропало-то, блядь? Что случилось с контентом? Что это? Это ж пиздец, блядь, как это? Что? Что случилось? Я не понимаю. И дальше будет только хуже. Только хуже. А он онлайн будет падать, будут приходить прочие какие-то уёбки бездарные, вот этой вот всей хуйнёй заниматься. Нам же всем пизда, блядь, вы это не понимаете. Возможно, люди, блядь, что с вами случилось-то, блядь, что это? Почему они популярны? Почему? Ой, в общем, пишите своё мнение в комментариях. Всем спасибо, всем пока.